Друзья, мы и Егор сделаем тур, чтобы вы познакомились с Монт Верди Академи. Давай! Выступают. Есть такие 14-15 лет, которые уже сильно выступают. И есть тоже, которые национальные и даже международные соревнования выступают. У нас здесь всё, скажем. Наша программа — это для школ, для студентов. Не важно, если они начинают или они уже... Они уже хотят плавать в университете или плавать в своих странах, там, выступать национальные. Хотите показать? Да. Но хотел сказать ещё, что большой плюс этой школы, что здесь все вот эти три школы в одном месте, в одной локации. Потому что, насколько я знаю, middle school одна, high school другая. И родители вынуждены постоянно переводить ребёнка в разные локации. А здесь всё в одном месте. Да, в США обычно они как сделали. Они сделали elementary school, это когда очень начальный. Потом есть middle school, и потом здесь high school. А здесь всё вместе. Поэтому огромный плюс. Семья можно просто... Ну, покажи нам, если можно, свои владения. Бассейн. Вот так, благодаря Стефану, путешествую по разным учреждениям. Бассейн у вас под открытым небом, да? Да, да, да. У нас бассейн 25 метров. Это не очень обычный в США. Они здесь любят ярды. А, ярды. Они любят ярды, да. А указано у вас прямо в метрах? В метрической системе? Да, да, да. Ничего себе. Просто так хотели построить. Да, они... Вот. У нас команда, они занимаются до школы. Они с 7 до 9 плавают утром. Потом в школу идут, учатся и возвращаются в бассейн и плавают ещё... Потом ещё после. Да, да, потом ещё. А как попадают к вам в школу? Вот сейчас кто-нибудь из русских посмотрит или из украинцев? Ребят захотят, чтобы их ребёнок здесь учился. Это вообще реально осуществить? Да, да, да. Нужно заявку на сайт, да, писать? Да, надо заявку на сайте написать. И надо, чтобы хотел работать. Хотел... Учиться. Да, учиться. Хотел стать... Тренироваться. Тренироваться. Как сказать, develop. Я забыл эту слову, но... Развиваться. Развиваться, да. Надо, чтобы хотеть развиваться и... Ребёнок в первую очередь, чтобы хотел, да? Да, да, да. И самое главное то, что здесь... Многие спрашивают вот так... А, у вас есть ступендия? Есть... Стипендия, да? Стипендия, да. У нас нет ступендий, но у нас есть, скажем так, помощь. Financial aid. Вот такая программа. А чем она удерживается? Это для тех, кто хотят здесь учиться, но не могут всё заплатить. Да, да, да. И это распространяется на любого ребёнка из любой страны, не только на американцы? Да, да, да. Из любого страны. Как я сказал, надо хотеть и... Показать свою инициативу, да, что ты хочешь. Просто надо, ну, скажем, пловеть. Можно и мне писать, или даже прямо в admissions, или на сайте написать. Я так понял, здесь очень много. И большой теннис, да, тоже в России очень популярен, но академии, насколько я знаю, мало. Здесь хорошо? Да, да, да. У нас хорошая школа тенниса. У нас тренер, он тоже из Бразилии. Да, получается так. Здравствуй. По-русски не говорит. Научен. Но он выступал за Бразилию, профессиональный, фенесист был. И он очень хороший тренер, я знаю. Ну, когда я с ним познакомился, я сказал ему, ну, я твой там фан. Как сказать? Фанат. Фанат, да. Потому что я за него болел, то есть смотрел по телевизору. А то есть ты его знал раньше? Да, да, да. По телевизору смотрел. Фамилия, имя? Джаймион Синс. Его зовут. Известный, да? Джаймион Синс. Да, вот. Ну, кто захочет, погуглит. Сейчас все можно погуглить. Да, да, да. И когда, ну, пловецы, напишите, пожалуйста. Я с удовольствием помогу. Ага. Да, да, да. Что, креотерапия тоже есть? Ничего себе зажи. Есть вот такая, как сказать это по-русски. Ванна. Ну, ванна, да. Есть такая ванна. И когда мы хотим, мы просто перевернем, и там люди заболеют. А сколько времени находится человек в этой ванне со льдом? Мы делаем не очень много, потому что, скажем, там есть 20 человек, которые хотят, возможно, много. Ну, это... Пять минут, десять минут. Пять-десять минут можно находиться во льду и не заболеешь? Да, да, да. Ну... Это зависит от... Если мы на третьих же находимся, тогда человек может быть побольше. Но обычно, как раньше спросили, да, есть друзья, которые спросили, я не рекомендую, чтобы было очень длительно. Потому что если центральная температура от тела начинает падать, человек может заболеть. А что он делает? Если он сделал побольше, тогда надо душ уже с горячим или на нормальной воде. В конце и тогда все. А, в конце, чтобы чуть согреться, да? Да. Нельзя просто сразу от холода и домой нет. Вот это все, что мы видим... Да, 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 да. Это Али делают, да. Обязательно, да. Все, что мы видим, это территория школы? Да, да, все там. Там это... Это... Бейсбол. Бейсбол. Бейсбол тоже есть, да? Да. Там... Или где-то флаг. Да. Там... Еще за флагом. За флагом есть это... Легкая атлетика, там теннис. Большой теннис, да? Футбол. Сокер. Сокер. Американский футбол убрали почему-то. Да, убрали. Странно. Это было раньше, до того, как я приехал. Поэтому не очень... Я не знаю, почему... Огромная территория, друзья. Да, очень-очень огромная. Просто здесь. И находится в таком живописном, тихом месте. Очень-очень красиво. Да, это тоже интересно. Я здесь только полтора года. И уже вижу, очень много изменилось. Меняются постоянно, да? Меняются постоянно, да? Да, меняются постоянно. Они вкладывают деньги и не стоят на месте. Да, стараются. Да, это монвель академия, это не... Как сказать? Не за профит. Как сказать по-русски? Это... Они частные, но не чтобы просто деньги кормить. И они так перерабатывают и используют... То есть они не просто зарабатывают, они вкладывают в развитие. Да, да. Это называется not for profit. Ага. Я не знаю по-русски это сказать. Ну, не только для прибыли. Да, 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 да. Это... Ну что... Это группа? Группа людей вообще. Группа людей вообще. Они как инвесторы вообще выступают, да? Да, да, да. И тоже донор. Они... Да, да, да. И есть люди, которые дадут деньги. Да. Вкладывают деньги. Потому что им верится, о чем они делают. Они хорошо делают, конечно, для всей Флориды. И помогают студентам. И не просто в спорт, а даже в математику. Я вижу, что они хорошо сделают несколько предметов. Они тоже развиваются. А насколько... Вот я знаю, есть рейтинг школ в Америке. Вот эту школу... Она... Это хороший вопрос. Я не очень хорошо знаю, в каком месте, но... Но я могу сказать, да, что это... Хотя бы во Флориде это... Лучше пять. Лучше пятерки? Да, да, да. Пять школ лучших Флориды? Во всего Флориды. Ничего себе. Но это очень круто. Да. Я не знаю, сказать в стране. Да, это уровень А. Потому что у него не по буквам. Да, Эй. Эй. Эй, А это самолючий. Но есть разные школы, которые Эй получаются. Ну да, да. Но, как он сказал, уже во всей Флориде это топ-5. Топ-5. Это тоже есть разные... Это очень большой показатель. Есть разные рейтинги. Разные рейтинги. Да. Но есть такой... У нас тоже это... Мы забыли сказать. Это boarding school. Это значит, у нас есть общежитие в школе. Значит, они могут здесь жить. Но они всё делают в школе. Они живут в школе, там питаются, учатся, конечно, тренируются. Поэтому у них есть такая жизнь очень... А с какого... Такая организация, очень хорошая жизнь. С какого возраста дети могут жить сами? Есть с тринадцати лет. С тринадцати? Даже двенадцати я уже видел. Но это необычно. Обычно с четырнадцати-пятнадцати, да. И до... до шестнадцати, до семнадцати. Когда они в университет идут. Да, да, да. Интересно очень, да. Да, да. Интересно очень, да. А у нас есть там, конечно, общежитие мальчиков. Для девочек, я понял. Конечно. Конечно. Спасибо большое за интересный рассказ. Раз знакомству. Надеюсь, ещё пообщаемся. Ну и спасибо, что были здесь. Стефан, спасибо. Увидимся. Давай, увидимся. Всем пока. Ну что, друзья, прокатимся на крыльях. Ох, какая низкая посадка. О, красота. Сделаем тур. видели насколько большая это школа очень большая я честно не смог сразу найти куда заезжать это тоже их тренировка по сок еще тренировка много болей да потому что разные много болей и разные возраста группы разные дети разных возрастов урландо видишь урландо это госпитал не очень большой они деньги дадут здесь есть гимназиум гимназиум гимнастика есть студент-центр где можно там все вещи посмотреть если у тебя проблемы с с деньгами финансами помогают вот здесь более возраст уже элементарист голды очень большая территория красивая ухоженная невероятно а там для артс искусство искусство есть театр тоже их обучают там да и обучаю что я сделал презентацию место для медиа для это да на цену как это место для уроков разные именно это арнольд центр что это значит арнольд это их парк да личные автобусы которые берут детей с общежития и с общежития их сюда возят да арнольд еще но точно для учеба много там залов здесь птичные лани можно там посмотреть птичные лани красивенько все аккуратненько мусора вообще нет на территории вот реально специально искал ни одной бумажки не увидел и представьте что это дети вот вернее птичные а а а а административное здание да 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 это это уже где еще выше школы они уже близко к колледж учиться здесь где наука развивается биология биология химистри есть кафетерия деньгал там где люди которые живут здесь они есть время которое определенное время которое они приведут сюда хотел бы я будучи ребенком учиться жить здесь кайф здесь дом это что дом общежития здание общежития библиотека библиотека больший класс для уроков это класс для уроков видишь да да там живи другой мой зал это такой же мир и школы там читаешь уже мир и школы это средняя школа да да там еще есть где они еще в парке нет а вы как сотрудничаете ваш университет с ними сотрудничает да да здесь ну вот здесь мы уже выехали за территорию школы да но вокруг вокруг там немножечко есть еще да здание сейчас вернемся там еще офис офис их не да машина сзади да кофейня спицерия это был 1912 года обалдеть более чем 100 лет да 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 здесь все это общежития и разные домов которые они сделают чтобы тренери жили учителя живут да да ага бесплатно он живет да хороший специалист да да а что там дальше озеро большое красота люблю флориду за то что здесь природа даже очень общежития здесь когда профессора общежития сюда слева тогда несколько и это уже более как квартира справа как квартира это уже для профессора на фоне озера большого вот смотрите там съезд можно порыбачить или еще чуть-чуть лупаться не стоит наверное как аллигатор может западить вот опять футболист футболом футбол очень сильно теперь в сша футбол начали вместе с Орландо Сокер сити команда которая была создана вместе с помощью кака футболисты футбол 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 класс и я в сша в сша и в сша да мы их не видим потому что костами изгороди посмотрите что там есть очень очень много Служить спортсменов тренируется, как вы видели. Как вы посмотрели, 500. Примерно 500. Каждый день? Поездите. День, день, день. Вот теннис. День 2 раза в неделю, поэтому это огромное количество спортсменов. Теннис там справа. Теннис. Четвертая семена. Теннис. Университет. В 2017 год. Это шокер. Да. У меня шокер. Очень небольшой. Больше. Сокер. Больше всего. Да. Даже убрали американский футбол, это конечно просто шокировало в нее. Все-таки американский футбол, наверное, один из лидеров любимых видов спорта американцев. Да, но тоже стоит много денег, потому что все спортсмены уже на чат стипендию, деньги получили. И тренерам тоже стоит очень сильно. А это где мы были, где там баскетбол, площадь, тренажерный зал. Да, это очень главный монт, вернее. А там начало, да? Да, это место, где-то, 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 где-то. Есть ГОФ, точно, тоже ГОФ. Обучают ГОФ? ГОФ, да. Есть ГОФ. Это там дальше они, да? Да, дальше еще. Смотри, там на офис, на русовке. Да, да, вот написано. Понять вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия факт фитнес. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить тебе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Здравствуйте всем, наши коллеги, наши друзья. Мы здесь, в Монтверде Академии. И покажем, и я принесу свои ученики от Кайзер-Университета. И покажем, как спортсмены высшего класса тренируются. И один, который я очень хочу сказать, это Джастин Гэтлин. Если вы запомните, Джастин Гэтлин. Это бегуни американец, который выиграл. И агент против Усейн Болт. Он был Усейн Болт, самый последний гонки. И он тренировался здесь. Именно физическая культура здесь. Он сделал все свои программы, силовые. И у них есть связь с Американским Олимпийским Центром. И они здесь паузуются и тренируются. Поэтому вещи, которые мы показываем вам, это очень актуально. И где очень высокий спортсмен, хорошего уровня тренируется. Давай. Видите, друзья, даже криотерапия. Это холод, восстановление леда, вода. Здесь как показываем, как все это сделать. Все современные. Что самое интересное, я разговаривал с учителями, которые здесь. Говорят, есть программа даже. Дети могут учиться бесплатно. При том, что это частная школа. И никак в России делается упор не на хороших спортсменов. Что для спорта, может быть, есть не так хорошо. А именно, родители, которые не могут позволить себе это, по данной программе, могут попасть на обучение. Но, поговорив с тренерами, выяснили, что если действительно хороший ученик, и тренер заинтересован в нем, он может поговорить, чтобы человек попал тоже в эту школу. Но, естественно, он не влияет на то, будет бесплатно или нет. Стефан пригласил меня сегодня, чтобы вы увидели, насколько развит спорт в Америке, как он развивается. Сделаем еще много интересных. Давай. Вот попадаем в тренажерный зал школы. Здесь, где тренируется очень много людей. 500 человек ежедневно, да, проходит? 500 человек ежедневно. Поэтому надо очень аккуратно, очень организованно, чтобы все могли тренировать. И они веселкие дети, да. Громче говорить нужно. Абро. Посмотрите, насколько здесь все грамотно. Силовые рамы, приседания. Трэп-грифы. Правильная музыка. Рок. Не попса какая-то. Вот тренажер и кайзер. Девматические машины. Одни из лучших, самых дорогих на рынке. Что это? Эй, Бигги Барба! Штанга, гантели, турник, брусья, силовая рама, лавки. Все, что нужно, чтобы грамотно, полноценно прокачиваться. Такие вот еще трэп-грифы. Такие вот еще трэп-грифы. Такие вот, как раз. 15 кг. 20 кг. 25 кг. этот прибор можно поставить в штангу и каждый новый вес тяжелее 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 очень удобно комфортно есть крепление быстрое съемное крепление и в силовой раме и в полу для становые тяги если вы хотите делать новые крутые технологии мы можем делать лабора вы можете убедить их и вывозить 5 минут 5 минут это 2-3 сетки мы можем сделать это профессор Диаз когда мы делали это в новом году? в новом году мы делали фокс Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok